всем доброе утро как вы уже наверно поняли по облицовки я проснулся почистил почистила зубы помыла лицо привел себя в порядок в общем сегодня у нас пятница сегодня у нас пятница приехал я вчера до аризона 66 мая в общем заправился и пошел я спать сегодня я проснулся хочу приготовить себе завтрак хочу чуть-чуть заснять ну в общем вот друзья для этого мне понадобится яичко хлеб и купил я вот такую вот говядину для сэндвича они вот так ее режут и то есть магазинах вайлись в общем везде он есть это можно взять ветчину можно взять тюрки то есть индюшку или индейку чекен брест грудинку курицы вот это мой грил я его вчера просто вытер сейчас все раз пойду я уже его нагрел вот так вот вчера я готовил на обед себе стейк и меня оставили на комментах что я не намочил мясо и не помыл овощи честно сказать забыл потому что я спешил быстро очень делал овощи нужно было помыть или просто вытереть но я короче а вот с мясом я не знаю как его вроде стоит вроде не моют оставьте на комментах как правильно мыть или не мыть этот стейк вроде говорят шу стейк он по идее не моется в общем вот есть у меня чиз это сырок так я сюда потом мяско поставлю так они очень тоненький и еще один сыр я поставлю сверху так ну что я думаю я поставлю это было не было что я сейчас ее обратно в пакет туда буду это уже мясо готовое уже как бы уже сейчас пока это так греется я беру чуть-чуть сливочного масла вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас яичко пожарится... Продолжение следует... Сверху сыра поставлю... Потом хлебом еще прикрою и закрою... И все... Будет... Мне счастье, как... Говорит... Известный друг Мак... Так... Так... Все... Яичко уже почти готово... И я возьму ее просто... Переверну... Вот так... Вот так... Сейчас еще чуть-чуть с той стороны приготовиться... Я не хочу, чтобы он был сильно жидким... А то я как сюда наложу... И потом весь... Будет... В общем... В общем... Сегодня у меня в планах... Доехать до города Амарило... Тексас... Надеюсь... Все будет хорошо... Погода вроде на улице... Неплохая... Солнышко на улице... Я надеюсь, оно так и будет... И я смогу... Поехать... До города Амарило... У меня первая машина... Вот это Мини Купер... Кто смотрел предыдущее видео... У меня Мини Купер... Он едет на город Талса... Талса, штат Оклахома... Я ее там скину... Потом вторую... Сразу там рядом... Недалеко... В штате Арканзас... И после этого уже все остальные... Города Атланта... Джорджия... И Норд Каролайна... В общем... Вот так вот... Сейчас что я буду делать... Вот так я ее закрою... И прикрою сверху... Упс... 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 Саша... Все ночью... Потихо... Кусается... Сейчас буквально чуть-чуть сыр расплавится и все. Так, все. У меня мой сэндвич уже готовый. Горячий. Вот так вот он выглядит. Грилл можно уже выключать. Так. Вот так вот он выглядит. Яичка, сыр и мяско. Я считаю, что сэндвич просто обалденный. Вот. То же самое. Оставляйте в комментах, что я делаю неправильно, что делаю правильно. Я знаю, что я по профессии не повар. Вот как вчера с этим стейком вот, да, сегодня человек уже мне написал, что мясо не вымочил, овощи не помыл. Ну, овощи я реально забыл помыть, а вот мясо я даже, я по-моему знаю, что мясо для стейка не моется. Я очень сомневаюсь, что вы в ресторане, когда стейк кушаете, их-то моют. Так. Помыл я свой стакан термосный. Налью я сюда чайку. И будет красиво. Вот так вот. Сливочное масло мне уже не нужно. Пойдет в холодильник. Горячий. Скажите, как он вам выглядит с яичком? И с биф. Просто биф. Приятного мне аппетита. И всем удачи. В общем, продолжается мой путь в штате Аризона. 280-й майл. Еще у меня здесь, в этом штате, чуть меньше 100 майлов. Это в районе 8 майлов. И заеду я в штат Нью-Мексико. Друзья, продолжается у меня Аризона. 344-й майл. У меня буквально осталось здесь 15 майлов в этом штате. И заеду я в штат Нью-Мексико. В Аризоне я много не снимал, так как этот штат по Саракоке в основном такой пустынный. Вот здесь под конец уже более-менее есть вот такие вот непонятные камни здесь, сборы. Вот так это выглядит. Короче, снимать так особо нечего. Там под конец еще через 10 майлов где-то будет старые такие ихние шалаши или домики. Раньше там жили эти индейцы. Native Americans. Они называются здесь короче индейцы. Вы поняли, о коме идет речь? Туда приеду, еще чуть-чуть заснимаю, может. Вот здесь вот слева здесь я не знаю, домов наверное 50. где-то так, наверное, может. Меньше даже. Это даже невозможно назвать селом. Короче, чисто так в пустыне люди обостроились, устроились и живут. Я реально не знаю, где они работают, как они живут, насчет чего они живут, за счет кого. В общем, не знаю, но они здесь есть. Сейчас я вот подъезжаю. Видите, вот здесь справа пишет Indian City largest selection handmade Indian Jewelry. Короче, это их и вот здесь вот какой-то раньше был маленький маленький городочек индейцев. это прямо почти на границе с штатом Нью-Мексико. Вот здесь вот человек один обустроился, живет. вот здесь вот здесь этот магазин ихний. Там чисто ихняя, ихняя, ихняя продукция, короче, что они руками делают, вот это они продают короче, такой исторический маленький. Я не знаю, если это городочек, как это можно назвать городочек. Это даже не село. Вот здесь вот как-то они я не знаю, 2-3 дома так, 2-3 дома едешь, едешь майлами, короче, ничего нету, потом раз. Вон там наверху вот видны какие-то домики. Я не знаю, как они реально здесь живут. Это у нас уже последние последние майлы штата Аризона. Вот 357-й майл. Я знаю, что многим неинтересно вот так вот смотреть чисто дорогу, а многим интересно, то кто хочет, пусть смотрит, кто не хочет, не будет смотреть. Я заснимаю. Ну, я дороги так сильно много не люблю снимать. Вот здесь вот такие уникальные какие-то горы. Хорошие. Вот еще домики пару там. Здесь вот один хозяин чуть больше их. Вот такой здесь у меня сегодня вид за окном с моего офиса. так я еду и иногда просто наслаждаюсь красотам. но это уже получается восточная сторона восточная сторона прямо на границе с Нью-Мексико восточная сторона это Аризона. Дикольные вот эти горы здесь. Да. Вот 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 все 359 это последний экзит последний экзит штата Аризона. Еще один майл и заезжаем. Смотрите вот здесь какая гора друзья. Красотища согласитесь. Так вот здесь видите белый вот такой вот домик вот слева да вот это их раньше были такие дома вот еще маленькие там есть так так а вот это у нас Нью-Мексико Нью-Мексико «Добро пожаловать» Устат Нью-Мексико По-моему, эти горы такие каменные прикольно По-своему красиво Кому нравится, смотрим Кому не нравится Можно, наверное, и не смотреть Ну все Если вы смотрели это видео, мои видео Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Ставьте лайки Ставьте дизлайки В общем Как-то так А я буду По чуть-чуть снимать Буду выставлять Кому-то будет нравится Кому-то по-любому Будет не нравится В этой жизни, как говорится Всем не угодишь Но, по-крайней мере Я буду стараться Это делать Это мне нравится Так что иногда Как Не надо заезжать На правую эту Она говорит о том Что я выезжаю на обочину Ну все Всем пока Друзья, вот хотел Для вас заснять Заехал я в штат Нью-Мексико Вот сейчас Передо мной Будет Скейл Весовая будет По-английски Называется Weight Station Вот здесь Справа Видите Знак All trucks Бас 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 Все Значит Вот это у меня есть Вот такая Вот Припясть Видите, да Вот он мне дал сейчас Зеленую лампочку Много кто об этом Наверное не знает Амин Много кто об этом знает Но Для тех кто не знает Вот я хочу показать Так как он мне дал сейчас Зеленую лампочку Я Просто Еду прямо А если он мне дал бы красную лампочку То мне пришлось бы заехать Вот сюда Видите этот Oversize Что с трактором поехал Вот он заехал На ВСВ Вот это Где я туда заехал бы Вот этот Weight Station С правой стороны Он Он у них здесь больше Как Порт Винтри Это в штате Вайоминг Примерно Вот такая вот Тоже фишка Но В штате Вайоминг Там еще надо И Типа Заходить И Показать им бумаги Там Регистрацию По-моему И Последнее время В штате Оклахома Это тоже часто Начали делать Вот так вот Заезжаешь на весовую Они просто Тебе там Как бы Проверяет твой вес И Стрелка пишет Направо И говорит Пишет на табло Что Принесите Пеперворк То есть Бумаги На Регистрацию Там Билл На груз В общем Вот он Штат Нью-Мексико На границе С Аризоной Ну В принципе Ничего здесь Как бы Ничем Он так не отличается Здесь Правда Я вижу Что Упал чуть-чуть Снежок Вот я вижу Снежок Белый На горах А так В общем Почти как Во всем Почти как Штат Аризона Он Такой Каменный Пустынный Вот В этих местах Здесь тоже Кстати Люди живут Видите Какие маленькие Там Такие Мобилхолмс И Там живут люди Это тоже Америка Кстати Чтобы Вы понимали Это тоже Америка Так что Америка Тоже Бывает Очень разная Не везде Как В городе Сан-Франциско Чикаго Нью-Йорк Так Так Я говорю Мегаполис Города Но Посередине В основном Америка Довольно Довольно Пустая Америка 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 Америка